Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами разбираем состав натурального крема для лица ультру увлажнения. Написано, что он для нормальной сухой кожи. На самом деле, это самый универсальный из наших кремов. Он очень хорошо подходит и для чувствительной кожи. И основное его свойство – это восстановление способности кожи удерживать влагу в глубоких слоях самостоятельно и противостоять внешним стрессам. То есть не просто здесь и сейчас увлажнить кожу, убрать дискомфорт, а именно научить кожу восстановить ее способность самостоятельно поддерживать свою увлажненность. То есть крем направлен на восстановление и поддержание эпидермального барьера и на максимальную физиологичность. Поскольку это крем, то сначала быстренько пробежимся по фазам, выделим их, и потом я остановлюсь на активных комплексах. Жировая фаза реализована маслом конопли, маслом рисовых отрубей. В качестве эмульгатора использован очень-очень распространенный и популярный, один из лучших натуральных эмульгаторов. Сейчас оливен тысячами, цитиарил или ватсорбетан или ватсорбетан, который, во-первых, дает ламеллярную эмульсию, во-вторых, сам по себе улучшает эпидермальный барьер за счет того, что улучшает формирование, формирование и ускоряет формирование так называемых ламеллярных телец, которые у нас формируют как раз липидные защитные пласты в роговом слое эпидермиса. По жировой фазе все. Давайте сейчас мы выделим с вами увлажняющую композицию, поскольку, естественно, у нас крем ультравлажнения. Здесь фактически все отдано на то, чтобы максимально сымитировать натуральный увлажняющий фактор. И фактически это концентрированный нуф, концентрированный натуральный увлажняющий фактор, превращенный в крем, то есть нуф, в котором мы добавили жировую фазу, сэмульгировали, получился крем. Перлитон карбоновой кислоты, натриевая соль, очень важный компонент нуф, потому что конкретно перлитон карбоновой кислоты у нас кожа часто дефицитна. Точно так же, как и по гидролизатам белков, аминокислотам и производным аминокислотам. Вот я сейчас сразу же их выделяю. Насколько вы помните, у нас на половину практически, на 48% нуф стоит как раз из гидролизатов белков и аминокислот. Поэтому вот фитокератин, бетаин, глицин, перлитон карбоновой кислоты, натриевая соль – это как раз те компоненты натурального увлажняющего фактора, по которым кожа очень часто становится дефицитной, и, к сожалению, мы этому не можем противостоять, потому что те же аминокислоты очень легко вымываются из верхних слоев кожи. Мы вынуждены с вами из-за загрязненности атмосферы, особенно в мегаполисах, умываться часто. Мы не можем себе позволить умываться раз в неделю, как могли себе позволить, например, наши прабабушки, которые жили в совсем другой экологической ситуации. Но из-за такого частого умывания у нас, естественно, из верхних слоев кожи вымываются хомектанты, то есть водорастворимые влагоудерживающие компоненты, и по ним кожа оказывается дефицитной, и в результате перестаёт быть способной удерживать себе влагу. В норме кожи после умывания, даже нечастого умывания, например, с натуральным мылом или какими-то мягкими моющими средствами не должна сохнуть. То есть способность кожи противостоять обезвоживанию должна быть достаточно высокой. Молочная кислота тоже является классическим увлажнителем и одним из мажорных компонентов натурального увлажняющего фактора, но здесь она ещё выполняет и технологическую функцию корректора PH. Провидамин B5, кстати, не только уменьшает воспаление, но и также является увлажнителем, потому что это спирт пантантиновой кислоты, многоатомный спирт, как любые многоатомные спирты, она является хорошим увлажнителем. Мы с вами получаем такую очень мощную увлажняющую фракцию, которая даёт действительно не просто какой-то видимый эффект увлажнения, а компенсирует нехватку в коже тех хумектантов, тех водорастворимых влагоудерживающих компонентов, которых кожи не хватает. Кстати, я не выделила требиотик с орбитомом. На самом деле он не только является пребиотиком, но и также, как любые сахарные спирты, тоже очень хорошим благоудерживающим компонентом является, просто он не является компонентом Нуфа. Вот компоненты, которые здесь выделены двумя звёздочками, это как раз компоненты натурального увлажняющего фактора. Соответственно, здесь основная часть вот этой увлажняющей композиции является просто максимально точной имитацией натурального увлажняющего фактора. То есть мы стараемся не привносить ничего в кожу как бы нестандартного для неё, а дать максимально то, что для кожи привычно и понятно. Из технологических компонентов, из необычного того, что заменялось, консерванты у нас не менялся, тот же самый 708-й Шерамикс, соединение бензоин и сорбиновый кислот. А вот ароматику изменили. Ранее был только масляный экстракт ванили, запах ванили не всем нравился, сейчас добавили ещё натуральный пищевой ароматизатор банана, который очень хорошо, во-первых, частично замаскировал запах натуральных масел, потому что, к сожалению, у нас запах натуральных масел даёт небольшую запаховую нагрузку. И плюс сделал более универсальным запах средства. Витамин С я здесь не выделяю как актив, он здесь является просто натуральным хилатором и антиоксидантом, его здесь немного, он здесь является просто технологическим компонентом и заодно ещё помогает откорректировать pH в молочной кислоте. Из дополнительных активов у нас есть, содержатся два очень хороших экстракта, причём экстракты, и это вообще характерно для всех прямых Jurassic Spa, экстракты находятся в очень высоких действующих дозировках, то есть я их выделяю как полноценный актив. Что такое действующие дозировки экстрактов? Это начиная от полпроцента по сухим, полпроцента по сухим это на самом деле очень высокая дозировка. Мы точно такую же дозу получаем, если берём одну столовую ложку сухой травы, вот, например, в аптеке вы купили какую-то лечебную траву, взяли одну столовую ложку сухой травы, заварили в одном стакане кипятка. Это вот классика, то, что вы прочитаете практически на всех пачках сухой травы в аптеке. Но именно вот это соотношение даёт полпроцента по сухим. Вот у нас в наших кремах суммарная концентрация экстрактов всегда более 1% по сухим. То есть это всё равно, что вы взяли две столовые ложки травы и заварили в стакане кипятка. Поэтому, кстати, цвет кремов не является белоснежным, он всегда немножечко сдвинут, не пугает цветов, это совершенно нормально. Потому что на таких концентрациях экстрактивные вещества почти всегда, вот несмотря на забеливающий эффект эмульсий, всё равно немножечко цвет сдвигают. Но именно такие концентрации нам позволяют выйти на заметный эффект травы. К сожалению, травы в аминогических дозах не работают. Именно поэтому мы, например, не используем косметические экстракты трав и не используем органические экстракты. Почему? Потому что в тех же органических экстрактах, которые есть на рынке, там, к сожалению, концентрация экстрактивных веществ от полпроцента до полутора процентов. То есть в среднем, представляете, вы взяли экстракт, в котором 1% экстрактивных веществ, то есть 1% по сухим, добавили его, например, 5%, вроде много, в рецептуру крема, получили в результате 0,05% по экстрактивным веществам. Это не работающая дозировка. Мы используем экстракты исключительно фармацетического качества, стандартизованные. Они все сухие, то есть это порошок, это 100% экстрактивные вещества из растений. Они все получены водно-спиртовой экстракцией. Почему это так важно? Потому что водно-спиртовые и спиртовые экстракты наиболее универсальны. Они вытаскивают и водорастворимые компоненты, и спирта, и жирорастворимые компоненты. То есть, например, большую часть тех полезных веществ из растений, которые вытащат СО2 экстракт, а СО2 вытаскивает только жирорастворимые компоненты, спиртовой и водно-спиртовой экстракт тоже вытащат. При этом, например, СО2 экстракт вообще не вытаскивает водорастворимые компоненты из растений. А вот водно-спиртовые экстракты, они как раз вытаскивают практически полный спектр. То есть им недоступны только резиноиды, очень-очень тяжелые жирорастворимые фракции, которые выходят в СО2. Но при этом они вытаскивают все водорастворимые фракции, вытаскивают большую часть жира и спирта растворимых. Соответственно, именно поэтому фармацетические экстракты, это в 99% случаев сухие полученные именно водно-спиртовые экстракты. Вот именно такие у нас и используются. Они все стандартизованы по активным компонентам. И та же бутукола, совершенно уникальное растение в плане не только косметики, употребления внутрь тоже, содержит очень интересные вещества, которые называются азиатикозиды и мадекасазиды. То есть соединение двух кислот азиатиковый и мадекасовый, которые как раз и позволяют, во-первых, очень незаметно улучшать микроциркуляцию. Это то, ради чего, например, центеллу пьют внутрь. И, кроме того, как раз эти вещества очень заметно стимулируют синтез матриксных белков кожи, коллагена и эластина. Экстракт бамбука, кстати, тоже способствует лучшему синтезу эластина. Витамин В3, изумительный совершенно компонент, он и улучшает микроциркуляцию, и на высоких дозах является очень хорошим антиэйдж-компонентом. Тут его 2%, соответственно, он находится на нижней границе своей концентрации, поэтому как отдельный антиэйдж-компонент мы его здесь не позиционируем, но все равно свой вклад он в общую эффективность вносит. То есть и некоторые противовоспалительные свойства, и некоторые улучшающие кровообращение свойства, и некоторое улучшение энергетической эффективности клеток. Это значит, что и интенсивность синтеза. Поэтому общенормализующее действие вот этих вот активов на кожу, оно очень-очень яркое. Кроме того, у нас вот этот подбор масел жировой фазы, он тоже является фактически дополнительным активом. Почему? Потому что у нас масло конопли является чемпионом среди растительных масел по содержанию омега-3 жирных кислот. А рисовые отруби содержат достаточно мощную фитостирольную фракцию и гамма-аризолол, это мощный антиоксидант, который заметно стабилизирует мембраны и нормализует состав кожного себума. То есть это фактически мембранно-липидный комплекс, который улучшает состояние мембран клеток кожи и, соответственно, улучшает способность клеток кожи противостоять внешним стрессам химическим в первую очередь. Почему? Потому что, если мы говорим, например, о воздействии тех же павов на кожу, то у павов одно из основных неприятных для кожи свойств и вообще для нас, это их способность немножко нарушать мембраны клеточек кожи. Поскольку мембраны наших клеток – это двойной слой фосфолипидов, к сожалению, мы павам не умеем объяснить, что вот это хорошие липиды, вот это плохие липиды, вот эти хорошие. То есть мембраны клеток не надо растворять. И павы, если очень грубо говорить, немножечко как бы подрастворяют клеточки кожи, дестабилизируют, подрастворяют мембраны клеток кожи, то есть дестабилизируют мембраны. И как раз вот этот вот комплекс омега-3 жирных кислот из масла конопли и неомыляемой фракции масла веселого трубе, он стабилизирует, вместе с витаминами Е, кстати, очень хорошо стабилизирует мембраны клеток кожи, а это уменьшает, например, повреждающие действия тех же павов на кожу. Молочная кислота, кстати, сама по себе, она не только корректирует пав, но она еще и стимулирует синтез церамидов. И, кстати, она из полученной ферментации глюкозы, сейчас большая часть молочной кислоты на рынке. Не нужно веганам ее бояться, потому что ее, наверное, дешевле получать ферментацией. Глюкозу выделено несколько штаммов молочнокислых бактерий, которые утилизируют именно растительные сахара, чем из молока. Поэтому подавляющее большинство молочной кислоты, которое сейчас на рынке сырья представлено, это молочная кислота, полученная из растительных сахаров. В результате мы с вами получаем очень эффективный крем в плане не сиюминутного увлажнения, а именно в плане восстановления способности кожи удерживать влагу в глубоких слоях и сопротивляться воздействию, в первую очередь, химических стрессов окружающей среды. То есть мы потихонечку восстанавливаем именно толерантность кожи к стрессам. Поэтому пользуйтесь, крем очень-очень удачный, всем отличного дня!